всем привет предыдущей части в первой части видео мы настраивали github создали в нем получается веточку для нашей нашего проекта и в этом видео мы будем настраивать lfs для чего это необходимо потому что в гитхабе когда вы определенный порог превышаете он у вас начинает блокировать и не принимать файлы то есть есть ограничение по количеству загружаемого контента так скажем то есть и определенное значение при том что у вас увеличивается проект github вы все поместить не сможете для этого имеется lfs то есть и мы будем сейчас разделять наш проект на две части для этого мы создали папочку static да то есть мы в ней будем хранить те файлы это звуковые файлы модели текстуры видео всякие анимации в общем все что необходимо и все что больше весят все будем запихивать как говорится туда ну а все остальные части это как карты блупринты это у нас github пойдет мы их не будем в папочку static кидать ну например да мы вот загрузим наш контент да у нас есть папочка алекс есть папочка петр то есть это два человека которые допустим сейчас делают этот проект представим что алекс у нас загружает в папочку static какой-нибудь звуковой сигнал или еще что-нибудь давайте что нибудь выберу вот это у нас звук ну и что нибудь можно конечно но допустим какие-нибудь картинки окей то есть вот вот это по сути у нас должно пойти на флс теперь мы должны настроить его давайте сделаем сохранение здесь выбираем то что у нас необходимо сохранять в данном случае у нас папочка alex content static да сейчас свернем загрузим наш github с нашим проектом в нашем проекте вот как раз таки он сейчас показывает что у нас появилось несколько файлов мы делаем обновления да то есть если вдруг тот человек который у нас тоже работает в проекте что-то сделал смирил там допустим или еще что-нибудь то есть не отдельный да а вот мы работаем но представим что в этом до мардж данном случае сейчас я не буду делать то есть здесь есть patch origin то есть это обновление по сути также есть стрелочка на вас и стрелочка от вас естественно стрелочка от вас это отправить то есть если мы сейчас выделим эти наберем какой-то комит допустим и нажмем комит и уже отправляем пока мы этого не будем делать потому что нам нужно настроить атрибуты для отправки вот этих данных не на github а в lfs открываем папочку show on explorer теперь нам необходимо давайте вот так сделаю чтобы все перекрыла чтобы мы видели только определенную часть мы должны получается давайте вот так тоже скроем мы должны здесь создать так скажем атрибуты для отправки данном случае их нету ну мы просто сделаем свой файл также как видите у меня в операционной системе стоит что показывает расширение файлов если у вас такого нету вы должны через вид расширение имен файлов наставить галочку и вот она уже появляется если что вдруг вам необходимо это будет давайте из и гит игнора мы просто сделаем дубликат в данном случае просто копируем ставим удаляем начально до точки и позже точки мы пишем гид атрибут гид атрибута с вот так вот да и нажимаем enter здесь у нас запросит изменения нажимаем да и давайте откроем с помощью какого-нибудь блокнота данном случае у меня ноутпад плюс плюс вот это что у нас было в гид игноре мы это просто удаляем нам это не надо но мы работаем с гид атрибут чтобы это все работало нам необходимо ввести некие параметры пусть это будет текст звездочка текст равняется auto то есть это должно обрабатываться автоматически ну и как раз таки далее мы пишем контент обычный слэш пишем то место где находится у вас то папка которую необходимо передавать в лфс это у нас пусть будет алекс статик две звездочки и дальше пишем фильтр равняется лфс пробел диф равняется лфс и и далее у нас пишется марч также лфс делается пробел тире текст тире текст это вот как раз таки тот параметр которым мы и прописали что он автоматически будет у нас туда грузить давайте сделаем копию этой строки потому что у нас есть еще и петр который тоже будет отправлять какие-то файлы в лфс то есть мы вот сделали по такому принципу ну вот эти строчки я вам введу в описании внизу под видео так что не ошибетесь но единственное что вам надо будет изменять тот путь где у вас будет храниться все большие файлы данном случае это у меня видите контент алекс static и вот как раз таки они здесь лежат то есть вот я их указал ну все сейчас мы можем его закрыть нам больше пока не нужен он открываем наш гитхаб и смотрите у нас появился гид атрибут то есть то что мы прописали ну и также на наших файлов которые лежат в тех папках которые работают с с если мы нажимаем на файл у нас появляется видите вершин гитхаб и так далее если у вас такого нету вам необходимо установить лфс значит вы его ранее не установили как это сделать берете обычный поисковик пишите гид и здесь у нас естественно появляется основной сайт гид вот он гид scm переходим на него здесь скачиваем последнюю версию данном случае я сейчас я сохраню и давайте ее сразу запустим чтобы она у нас появилась хотя она у меня есть я вам просто покажу основную логику для чего нам это необходимо здесь у нас появляется инсталлирование ну то есть мы делаем кстати да у меня сейчас не покажет не не покажет те параметры которые необходимы так у меня предыдущий удаляет и ставит новое ладно окей если что я поставлю сюда скриншоты как там должно выглядеть и где должна стоять галочка установки лфс по сути мы ставим гид гид баш это командная строка но и вместе с ней вот там галочкой необходимо будет поставить лфс так сейчас он у нас естественно установился да и ничего допустим если вы вызываете гид баш мы делаем давайте гид пробел в версию есть вы проверяете вашу версию но естественно она у меня уже теперь последняя и вот после того как лфс уже в реальном становите у вас должно появиться вот такое то есть вы уже у кого у вас уже показывается версия лфс а и показывается так скажем забыл название уже типа контроля подписи образно так скажем и размер естественно на каждом файле который находится именно в той папочки которым мы отправляем ну давайте создадим здесь что-нибудь я не знаю фикс ниагары какой-нибудь эмиттер да окей мы создали ниагару не в папочке static сохраняем и смотрите вот она ниагара и как вы видите здесь у нас нету именно той строки что мы отправляем в лфс то есть она у нас пройдет пойдет в гид обычный гид хаб делаем комит как комод комит нажимаем и естественно видите стрелочка наверх то есть мы должны отправить естественно нажимаем отправить и в комментариях у меня пишет почему не загружаешь большую большой проект для того чтобы показать если я даже загружу большой проект он все равно будет в определенных ограничениях для того чтобы даже лфс вы будете пользоваться у вас есть там ограничения какие-то я не совсем уточнял размером вроде бы в районе 5 5 10 гигабайт если я не ошибаюсь то есть если вы превышаете этот объем у вас вылетит вот здесь ошибка то что он не может отправить эти файлы если такое происходит вам либо переходить на платную версию лфс то есть и гид это в районе 5 10 долларов наверно либо заводить свой сервер который будет именно гид сервер то есть на котором у вас будет храниться ваш проект то есть наш проект который мы сейчас работаем он более 40 гигабайт если я не ошибаюсь то есть в обычный гид хаб и гид фпс это бы не поместилось в бесплатном доступе ни в коем случае так что пришлось бы либо покупать улучшать свой тарифный план так скажем либо как мы сделали вывели на свой сервер надеюсь это было полезно но и хотел показать наверное если у вас существует какой-то проект вы не хотите просто обычным копированием вот он у вас уже создан и вы хотите его отправить на гид давайте мы сделаем это то есть локальный проект который вы еще не куда не отправляли ну вот он у меня как раз таки есть и как видите он говорит что у вас нет гито то есть по сути здесь для этого создаем кредит гид выбираем гид игнор естественно это у нас ангрио engine лицензию мы не берем инициализируем ридми если необходимо в данном случае мне здесь нет необходимости и здесь описание нажимаем создать репозиторий и мы публикуем его естественно под приватной версии потому что это будущий проект и здесь организацию мы не выбираем все нажимаем публикация и сейчас вот как раз таки наш проект уже отправился и теперь вот по определенным давайте на гид хаб зайдем то есть он уже приватный скопируя вот значение вы можете передать своим знакомым и так как он приватный естественно нам нужно уже дать разрешение но он сейчас у меня запросит разрешение на подключение других людей к этому проекту так давайте сделаем разрешение это у нас подключили и теперь мы до даем так главное вспомнить кому мы должны подключать давайте заодно и посмотрим с кем мы в основном то и работали да так это у нас репозитория давайте какой-то старый проект заглянем ну окей пусть это будет этот проект с этим collaboration и здесь у нас как раз таки и мы копируем никнейм и ставим вот фон выбираем его это точно почему-то 2 до фиолетовый даем разрешение естественно человек когда будет принимать он уже примет и уже может по этой ссылочке зайти на проект так но на этом я думаю все я много что еще не объяснил но видео и так получилось глобальным здесь можно и несколько часов рассказывать как работать с гитхабом то есть это при этом гитхаб это еще самая простая версия есть гораздо сложнее версия так что это под каждую версию надо свои объяснения до скорой встречи всем пока а